Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну и как всегда в это время... Это был слушатель? Может быть. И как всегда в это время мы говорим о том, что происходит на финансовых рынках. Тема сегодняшнего эфира рубль. Волатильность увеличивается. Ну давайте так, по поводу волатильности мы, наверное, поговорим не только обсуждая национальную валюту. У нас уже волатильность по рублю где-то торгуется? Ну по-моему есть, да? На Мамбе нет? Леша, не понимаешь? Не видал. Торгуемого инструмента я пока не видел. Но вообще можно было бы. Интересный инструмент был бы. Безусловно, инструмент интересный. Мы просто поговорим о том, по какому поводу увеличивается волатильность. Ну и кстати, сегодняшнее заседание Банка Российской Федерации нам дает основание посудачить о состоянии рубля. Ну давайте я вас представлю, а то вы так активно уже начали общаться. А кто вы, мы не знаем. Итак, сегодня в студии Сухого Остатка Алексей Павлов, аналитик брокерского дома «Открытие». Добрый день, Алексей. Добрый день. И Владимир Рожанковский, начальник аналитического департамента институционной группы «Норд Капитал». Добрый день, Владимир. Да, здрасте. Добрый день, Владимир Рожанковский. Прибавили все практически американские индикаторы. 0,7 доу, NASDAQ 0,8 в плюсе, S&P 0,6 в плюсе, выше 1700 вновь закрылся S&P 500. Фьючер, правда, снижается сейчас и теряет где-то 0,6%. Далее мы смотрим на Азию, Никей 1,5% в плюсе, Шанхай 0,5% в плюсе, Европа, Фудси, символическую 0,1, как на убыль пошел оптимизм. Ну и индикатор российского рынка в отрицательной территории. РТС теряет 0,4%, ММВБ примерно так же. Рубль в узком диапазоне, но сейчас склонен к ослаблению и все же. Далее смотрим на сырье. Сырье и Форекс. Бренд, нефть марки Бренд, 109,70 за бочку. Лайтсвит, 101,5. Золото упало в пятницу, по крайней мере, ниже 1300 за унцию. И сейчас пытается оттуда выкарабкаться, пока не получается. 1280 стоит унция этого металла. И далее смотрим на валютный рынок. Евро, доллары, 35,60. Ну, практически без изменений в узком диапазоне пара. Смотрим на набор голубых фишек. В основном все в отрицательной территории. Полпроцента прибавляет. Лучший рынок Росгидро и полпроцента Аэрофлот. Остальные все в минусе. Лидеры снижения Ростелеком. Минус процент. Далее, что тут может? 0,7 лукойл, 0,3 норникель, Газпром 0,2 процента. Полпроцента сургут. Вот такова картина маслом, собственно, к этому времени. Понедельника, 14 октября. Ну, давайте начнем разговор по поводу волатильности. Или сразу с рубля, Валый, как ты думаешь? Ну, с чего угодно, хоть с тугорика. Ну, слава богу, оснований обсуждать динамику тугорика у нас пока нет. Но давайте все-таки о волатильности поговорим. Потому что, наверное, это сейчас занимает умы всех инвесторов. Я, кстати, сегодня с утра обсуждал со слушателями календарь статистики на эту неделю, начинающуюся. И мне, ну, такой, видимо, недовольный в какой-то степени. Ну, не то чтобы недовольный. Принципиальный слушатель сказал, Олег, ну почему мы календарь обсуждали? Все же в Америке сейчас, да? Мы же смотрим все на Америку. Как они там? В том-то же все дело, что половина из этого не выйдет, по всей видимости. Как минимум, да. А то, что выйдет, все равно, да, на нее реакции наверняка, может, такой не будет, какая должна была быть. Условно говоря, сейчас, да, идет такая рукопашная вот этого Кличко и как его второго-то Поветкина. В роли Кличко это дебаты в Конгрессе по поводу сразу двух вещей. Знают все, о чем идет речь. Ну, на всякий случай расскажи, тем не менее. По поводу, да, федерального бюджета, который никак сверстать не могут. И по поводу потолка госдолга. А в роли Поветкина это, значит, корпоративная отчетность, которая пробивается и пытается локтями бороться за свое существование. Я такое ощущение, что погибнет несколько интересных, там, может быть, десяток, там, может быть, два десятка интересных эмитентов. Все-таки под прямым левым. Ну, погибнет в том плане, что они не будут услышаны. Они не будут услышаны, и рынок на них никак не отреагирует. К сожалению. Поветкина, пять шансов нет. Да. Такое забавное сравнение. Но, тем не менее, все же, Леш, если возвращаться к американской действительности, действительно, сезон отчетности начался и неплохой. Да, банки вчера начали отчитываться, да? Пятница. Ну, я бы не сказал, что они были неплохие. На мой взгляд, во всяком случае, те убытки, которые мы ожидали, мы их увидели. Другое дело, что там рынок, например, отреагировал на убытки позитивом, а на недостижение определенных уровней. Вторым банком, он, наоборот, отреагировал негативом. Что для меня странно. Но на рынке сейчас много странностей происходит, поэтому приходится к ним привыкать. Ну, и главная странность, это то, что происходит сейчас, да, вокруг бюджета и потолка госдолга. Кстати, вот это временное продление, оно никак оптимизма не добавило все же, да, Леш? Как ты думаешь? Вот, ну, я так понимаю, что еще там, и поэтому вопрос еще до конца, у них компромисса нет, собственно говоря. Поэтому тоже тут говорить преждевременно. Ну, проблема в том, я думаю, что многие помнят, как все это происходило в 2011 году, собственно говоря. То есть, проблема-то не в том, что они там поднимут, не поднимут, ну, поднимут, куда они не денутся. Вот, как бы там вот в прошлый раз СНП приподнес сюрприз, да, то есть там обвал был, собственно говоря, на дорейтинге Америки, а не на этих, в общем, склоках. Теперь, наверное, в общем-то, многие воспоминания свежи, так сказать. Поэтому вот что-нибудь такое из этой же серии опять могут господа республиканцы-демократы учудить. В общем, понятно, что там в последние годы, ну, в общем, скажем так, с тех пор, как, собственно говоря, в разных палатах там разные партии большинство получили, да, то, в общем, мне кажется, мне Америка вот с каждым днем все больше и больше напоминает, ну, вот, Конгресс там, это Украинскую Раду лучших времен. То есть, по-другому, боксировать там начали. Да, начали, не начали, да. То есть, сплошные склоки, ссоры, никакого конструктива, и, как бы, понятно, что, конечно, там можно кидать камнями в Обаму, но в условиях вот такой вот, в общем-то, абсолютно немощного и недееспособного, да, там, органа власти, ну, что, сложно что-либо сделать вообще простое, уж не говоря о каких-то там ключевых решениях. А, наверное, они, конечно, вот в Америке там в последние четыре года были нужны и по-прежнему нужны. Конечно, вот это там несколько расстраивает, наверное, там и в целом американских граждан, но и нас там как инвесторов, потому что, в общем-то, ну, не кажется мне, да, что там проблема, вот, собственно говоря, поднятия потолка, там, вообще вещь чисто техническая, которая там уже почти сто раз, наверное, там за историю Америки происходила, вот, устраивает там из этого такой спектакль. Ну, понятно, что все преследуют там свои политические интересы и так далее, тем не менее, все это, в общем-то, в итоге отражается на финансовых площадках, вот, ну, и скорее негативно, да, чем позитивно. То есть, вот это та парадигма, в которой мы сейчас находимся. Ну, кстати, Володь, находиться не так долго на ней осталось все же, да, надо набираться терпения. Я, на самом деле, не считал, сколько у казначейства, у трешери находится десятков тысяч долларов. Все то, что сейчас привязано к этим... Именно с десятков тысяч, да, потому что... Ну, до восьмидесяти, говорят, вот таким вот образом. То есть, есть еще возможность экстрагировать из бюджета дополнительно до двухсот пятидесяти миллиардов, но за счет того, что бюджет не будет по другим статьям оплаты проводить, что достаточно болезненно. Там сейчас все-таки Occupy и прочие люди, они там, всякие движения, это тоже далеко не беззубая часть Америки. Поэтому, ну, в целом эта фраза была произнесена Джейком Лью, министром финансов, и рынок как бы в нее поверил, ну, как бы хозяин знает точно, сколько у него в кошельке денег. Поэтому здесь вот таким вот образом все решается. Но на самом деле ведь это не означает, что вот 18 октября просто на рынках скажут, что Америка там не договорились, поэтому мы объявляем дефолт. Нет, конечно. Будут реструктуризации, будут какие-то ролловер там и так далее. Я в этом не сомневаюсь. Я понял. Сейчас приживем все новости, послушаем, а потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Мы сегодня в студии Алексей Павлов, аналитик брокерского дома «Открытие», и Владимир Жанковский, начальник аналитического департамента традиционной группы «Нордкапитал». Мы обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках, говорим о волатильности, что это такое. Ну, сейчас узнаем. Телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте вопросы и делитесь собственными мыслями. Ну, и возвращаясь к теме происходящих событий в США, соглашусь, безусловно, это очевидно, что если твоей ассоциацией воспользоваться, не дюже так поступать все-таки, да? Не дюже. Вот как они себя ведут сейчас, не дюже так поступать. Ну, на самом деле, понимаете, все-таки политика... Здесь вопрос о том, что все-таки важнее... Политика все же, да, на первом месте? Да, политика на первом месте. Она везде, и у нас тоже она на первом месте. Экономика уже идет дальше. Это, конечно, прискорбно, в общем-то, все говорить, потому что в лучшие годы, в принципе, политика, она, скажем так, она не утруждала себя и не утруждала мир. Не сказать, что она плелась нам в хвосте у экономики, но экономика, скажем, была более самостоятельным фактором. Несоответственно, она была, как бы сказать, родителем всех рынков экономика. Сейчас рынки разбрелись, как вот эти вот блудные там... Дети. Дети, да. Сам родитель зависит теперь от, как бы, ее более высокого начальства, эта политика. И, в общем, консенсуса, гармонии там никакой нету, конечно. Ну, собственно, нам, как представителям или людям, которых интересуется экономика, прежде всего, приходится пожалеть. Да, потому что, да, мы волей-неволей, хотя бы всячески, конечно, люди стараются как-то откреститься от предсказания политических каких-то процессов, тем более в Вашингтоне. Ну, скажем, там, для меня это не самая сложная вещь, поскольку все-таки у меня какой-то опыт там есть, да, общение, и я там, так сказать, работал какое-то время. Да, но, в принципе, мы не должны этим заниматься. Вот мой основной тезис. Мы должны анализировать, ну, показатели компаний, так сказать, в более таком глобальном масштабе мы должны анализировать экономические процессы, прогнозировать, каким образом там будут меняться валютные курсы, будут меняться инфляция, ВВП и так далее. Но мы не должны лезть туда, мы не должны во взаимоотношения господина Бейнера и Рида лезть, вот, что они, почему они так плохо друг с другом дружат. Нам вообще, честно говоря, в общем, как далеко до фонаря, что они друг о друге думают. Но почему мы должны об этом думать, это, конечно, очень прискорбно. Я помню. Ну, и давайте заканчиваем эту тему. Два момента меня интересуют. Значит, смотрите, сегодня, во-первых, сегодня, во-первых, праздник, да, в Штатах, День Колумба. Очень удачный праздник. Да, да, ну, видимо, не случайно все это вокруг 17 октября, да? Вот День Колумба. Колумба Америку открыл, и, видимо, Колумба будет, что ли, ее закрывать. И закрывать, да. В связи с тем, что сегодня День Колумба, да, объявляется дефолт. Шутка. Шутка, да. Не надо подумать, что правда. Действительно, да. Все же ждут, понимаете. С нетерпением. Ну, так вот, как минимум, значит, сегодня... Американские рынки закрыты, и наверняка, там, низкая ликвидность, да, отсутствие ключевых событий, ключевых игроков. Потом мы говорим о том, что пока проблемы с бюджетом не разрешатся, мы и статистики-то можем, да, не увидеть даже заявленные этой недели. Ну, фармперлс, сельскохозяйственные бакансии, мы же не видим уже достаточно долго. На них Федрезерв ориентируется. Соответственно, у него уже заседание 29-го числа, и там, если не мытьем-то катанием, они хоть как-то укатают этот бюджет и какой-то временный потолок дадут, как можно так сказать, то Федрезерв не знать будет, что говорить, действительно, в конце октября на заседании, потому что у него статистики нет. Дай бог, чтобы она к этому времени появилась у него. То есть вот вопрос открытый, и в связи с этим, Леша, вот возвращаясь к волатильности-то пресловутой, ну, еще раз, я не буду утверждать, но мне кажется, у нас есть какой-то индекс волатильности уже даже, то ли на РТС. Индекс есть, торгуемые инструменты. А, на РТС есть просто индикатор, можете посмотреть, какая там, грубо говоря, средняя попальница. Ну, можно его секретизировать, вот, пожалуйста, идеи вам, инновация, так далее. Изначально все-таки, да, о чем идет речь, когда мы говорим о волатильности, там, она увеличивается, она уменьшается, а уж тем более, если ею торговать можно, Леша. Что такое волатильность? Да, да, да. Ну, сегодня 2% вверх, завтра вниз, вот там волатильность, собственно говоря, ну, грубо рассуждая, вот. Ну, понятно, что, как бы, чем больше на рынке неопределенности, то, в общем, такие события, они там, либо к застою приводят, там, то, что мы, допустим, на российском рынке в августе видели, да, то есть, либо к каким-то там резким движением в ту или иную сторону, да, то есть, может быть, то, что вот ближе сейчас в Америке происходит, собственно говоря. Ну, если сейчас говорить, вот, волатильность увеличивается, это так ведь, да, сейчас она... Да нет, в том-то и все дело, что довольно странная ситуация происходит. Индекс волатильности Сиплова, как они его называют, там... СНП 500. Да, 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 я уже теперь тоже овладел этой терминологией, хотя раньше вообще даже близко у меня ее не было. А он вообще-то где-то 15,5, это, в общем, около минимальных значений. Действительно, очень много таких казусов на рынке происходит. Казалось бы, да, сейчас должны все вот бояться и так далее. Вопрос нет, вопрос в другом совершенно. Вопрос в том, что Федрезерв не снизил свои программы стимулирования. И он в том же объеме фактически репует, предоставляет в репо те же свои облигации, и банкам нужно куда-то эти деньги размещать. Поскольку экономика стагнирует, интересных проектов нету, единственный путь этих денег — это на фондовый рынок. Поэтому, как бы мы ни боялись, это дармовые деньги. Вот если бы это были деньги, которые банки собирали с клиентов, да еще и под проценты, они бы не пошли на фондовый рынок. Но поскольку это дармовые деньги от Феда, им все равно некуда идти, они идут на фондовый рынок. И как следствие этого, индексы продолжают двигаться в одном и том же направлении. А это является необходимым достаточным условием дальнейшего падения волатильности. Совершенно глупая ситуация, но она такая, какая она есть. Ну, здесь просто можно пояснить небольшой нюанс, потому что есть, так скажем, общие по эти волатильности, о чем я говорил. Есть индекс волатильности, о чем Владимир больше говорит. Индекс волатильности, он на самом деле с той самой волатильностью не вполне коррелирует. То есть он скорее растет тогда, когда происходит на рынке резкое движение, особенно вниз. Нет, он в любом случае, если тренд меняется, он будет изменяться. Одна из странностей, о которых ты говоришь. Ну, то есть если мы говорим именно про индекс волатильности, то есть, как правило, там сильное происходит движение именно при резком падении. Ну, может, и падение, как правило, бывает резкий. Да, более резкий, чем рост. Такое не бывает, собственно говоря. Ну, в этом смысле согласен, да. Вот, поэтому как бы... Отсюда, кстати, лонг и шорт, да, наверное? Вот, поэтому с одной стороны, как бы, то есть, волатильность в обычном понимании есть, но волатильность в понимании Викса, да, то есть она действительно невысока. С исторических точек зрения, там, и в том же 2011 году, когда вот эти вот распри там заканчивались, там, совсем на других уровнях был индекс. То есть гораздо выше, да. Понятно. Ну, ладно. Подытоживая, да, все вышеназвано, в общем, ждать осталось недолго, 17 октября, да, день Икс очередной. Но там некое будет, значит, видимо, готовит все-таки министр финансов, я так понимаю, какое-то сообщение для всех. И я абсолютно не жду, что 17 или 17 будут какие-то заявления такие официальные из Белого дома по этому поводу высказаны. Я думаю, что нет, все продолжится в том же ключе, будет очень сильное давление на так называемое каратье, это короткие облигации, поскольку у них самый высокий риск сейчас, тем, чтобы наступил так называемый ролловер. То есть, значит, вместо того, чтобы получить деньги, ведь часть владельцев трежерис, они по экспирации, некоторые паралонгируют, а некоторые, ну, хотят получить деньги на свой аккаунт. И вместо денег они получат новые облигации с другими сроками погашения. И, наверное, не всех это будет устраивать. Вот в этом, я считаю, самый большой риск сейчас заключается, потому что тех, кого это совершенно никак не будет устраивать, то... Кстати, извини, пожалуйста, я перебью, еще одно мнение я слышал от нашего коллеги, что 17 октября не случайно был выбран именно этот день, это не только потому, что осталось денег, там, 20 тысяч долларов, да, то есть 17 октября, а потом ноль начинается, а потому что 17 октября погашение какое-то очень крупное там... Да, лапчерки, псончики у нас, экспириор, со вторых, 21 числа будет очень мощное размещение аукционов длинных, вернее, средних, краткосрочных. И, фактически, значит, этот момент такой, что если потолок госдолга к этому моменту не будет поднят, то, так скажем, формально говоря, формально, опять же, подчеркиваю, потому что Америка страна чудесная, все что угодно может быть. Фед не имеет права участвовать в размещении новых серий. То есть он не имеет права занимать деньги. Он не может зайти на рынок и может только себе, так сказать, представить себе, так сказать, вот воспаленным воображением, что будет с доходностями этих бумаг, если там не появится Фед, которого все ждут. Понимаете? Вот оно время Икс. День Икс, да, это 17 октября. Да, это будет любопытно, любопытно. Ну, я, кстати, абсолютно с тобой согласен, да, Америка это страна чудес, и в хорошем, и, может, в хорошем смысле слова, потому что наверняка какой-то выход, все равно, будет найден. Как бы мы ни крутили это со всех сторон. Временный потолок, видимо, скорее всего, все-таки Обаме навяжут, Обама будет плеваться, ругаться. Ну, кстати, ему предложили уже. А он не хочет, он, да, он очень сильно сопротивляется, так сказать, ну, уже практически все, он на грани срыва. Там, последнее, то, что он высказывал в выходные, это было уже такое, это не должно происходить, такое не имеет права происходить, мы живем в цивилизованных... Это уже бесполезные фразы, они абсолютно неконструктивные. То есть Обаму, говоря русским словом, довели, довели. Да, то есть это похоже на истерику уже. Да, да, и поэтому в таком состоянии, конечно, он плохой переговорщик. Как ты можешь, да, я тебе лучшие годы жизни отдал, а ты вон. Он плохим переговорщиком становится в такой ситуации, человек не может уже ни на что реагировать. Он, так сказать, in denial, есть такое выражение в английском языке. Поэтому правы те, кто сейчас предлагают, говорят, ну, давайте мы выберем переговорщиков, чтобы это был не Бейнер и не был Обама, которые просто друг на друга уже смотреть не могут, а чтобы это были другие люди. Ну, и Рид тоже. Рид тоже, он, так сказать, плохо общается абсолютно с республиканцами. Может это быть тот же Кеннет Лью, простите, Джейкоб Лью, что же я говорю, министр финансов. Но вот если, но он, по идее, не должен в политику влезать, вот в чем есть некая проблема. То есть вот вопрос в этом заключается. Может быть, действительно, если сменят личностей, то процесс хоть как-то сдвинется с мертвой точки. Ладно, поживем-увидим, еще раз повторю, осталось ждать совсем недолго. Значит, мы сейчас вновь прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, потом вернемся к нашему разговору, ну и уже поговорим о волатильности с точки зрения российской действительности, поговорим о рубле, о его перспективах в свете того, что сегодня состоял заседание Центрального банка Российской Федерации. Итак, новости на Финам.ФМ. Итак, мы продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.ФМ, обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках. Сейчас поговорим о рынке российском. Представлю и еще раз напомню, сегодня в студии Алексей Павлов, аналитик брокерского дома открытия и Владимир Жанковский, начальник аналитического департамента инвестиционной группы Норд Капитал. Все же таки я директор. Ты директор. На второй раз. Вычеркиваю. Ладно, давайте не оставаться. Ты предложил, мне нравится. Это просто второй раз уже. Ну ладно, извини, пожалуйста. А чем отличается начальник от директора? Начальник это тот, который Шевчук пел. Эй, начальник, это другие, это другая категория. Три раза теперь мне повторю слово директор. Уважаемые слушатели, телефон в студии 6510996, код Москвы 495 и сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, спрашивайте. Вопросы у нас есть в электронном виде. Ну давайте чуть позже, мы к ним вернемся. Итак, уважаемые гости, уважаемые коллеги. Леш, давай начнем с тебя. Собственно, с заседаний ЦБ РФ. Ставки на прежних уровнях. Заявление ЦБ. Ну я не буду его цитировать, ничего нового здесь особенно нет. Я единственное, что выделил для себя. Ключевая ставка, ее теперь так называют. 5,5%. Ставка рефинансирования, ее так называют. 8,25%. В общем, все без изменений. И что это значит? Да, в общем, мне кажется, уже от этого состояния никто ничего не ждал. То есть, вот, скажем, в начале лета, когда госпожа Набиульна пришла на новый пост у главы ЦБ, собственно, были некие ожидания у рынка, что все-таки она как-то, так сказать, более либеральная, что ли экономист, ну или согласно той политике, да, которую она там проповедовала на посту главы Министерства экономического развития. Все-таки как-то она сделала некий реверанс, так сказать, в сторону ожидания, в сторону рынка. Вот тут, конечно, можно долго спорить, там, была бы эта польза или нет, но тем не менее. То есть, какое-нибудь там небольшое символическое снижение ставки, ну, не думаю, что он повредил как наши экономики, разогнал там инфляцию и так далее. Но, собственно говоря, вектор был принят несколько другой. Этого мы не увидели там ни раз, ни два, ни три. И поэтому, наверное, уже пока, собственно говоря, Гаспарна Бюлли там риторику несколько изменила, понятно, что там теперь некое упорядочение, они там меняют систему ставок, там, таргетов, там, хотят полностью вообще элиминировать ставку рефинансирования, ну, либо привести ее, так сказать, в соответствие. Ну, наверное, это вещи, так сказать, правильные с точки зрения порядка и т.д., но вот, как бы, с точки зрения экономики пока не очень понятно, да, то есть, что они такого сделают там за эти, там, почти полгода. Я это решнусь, извините, прервать, а почему, на самом деле, вот, смотрите, китайцы, вообще для них ставка базовая, это святая святых, они ее дергают только как стоп-кран в поезде, а помимо этого, как мы знаем, у них есть другие средства, они там баловались нормативами для банков, якобы тоже, ну, почему, средства монетарной политики. Конечно. И не туда и не сюда ее, как бы, нельзя двигать, ну, есть же способы, вообще говоря, вот, удешевили овернайт, нормально, я считаю, вполне. И надо смотреть тоже на ЕЦБ, что делает. ЕЦБ тоже очень правильные вот такие вещи делает без изменения ставки, потому что ЕЦБ понимает, что вот эти вот 0,5% это как раз та дельта, которая обеспечивает капитала в Европе. То есть, если он... Дельта, ты имеешь, ну, между федорезервов, да, метод федорезервов? Да, тут абсолютно, абсолютно, да. Нулевая там и 0%. Она обеспечит, хоть худо-бедно, какие-то положительные потоки в Европу, в Евразону. Если они будут все ставки равны, деньги будут в Штатах, это понятно. Ну, может быть, Германии частично, но тем не менее, поэтому вот эта разница потенциалов, он ее намеренно держит. И поэтому есть масса других способов, каким образом ЛТРО, там, так сказать, овернайты там снижать. Вот эти вот все вещи, у нас же был снижен овернайт уже один раз. Ну, может быть, дальше его нельзя снижать, но посмотреть, например, по каким ставкам кредитуются, например, ну, там, какие сектора мы сейчас собираемся. У нас произошел урожай, да, произошел. В общем, наверное, надо каким-то образом облегчить условия для сбора этого урожая и для экспорта пшеницы. Значит, может быть, делать какие-то преферентные ставки отдельным субъектом нашей экономики. И вот это, может быть, быть целью каких-то заседаний. Ну, это все, это все задание центрального банка. Но у меня, конечно, что-то преферентные ставки, да, секторам экономики все-таки не ЦБ. Это некрасиво, конечно. Ну, что же, он совсем уже, вот, это что ж. Все остальные министерства разогнать. Не царское, не царское это и делать, конечно же. Он может рекомендаться, то есть она пришла-то из народа, глава-то из ЦБ, ну, и фигурально, не из народа, конечно, но из народа, ведомства. Ну, то есть мысль какая, да, что действительно в нашей действительности ставка или финансированный цели не везет в угол, не туда и не сюда нельзя двигать. — Нет, ну ставка рефинансирования здесь абсолютно, конечно, ни при чем. Понятно, что она только в законодательных актах, в общем, фигурирует там, кому какие субсидии там давать, кто там привязан к ставке рефинансирования. Там есть просто система ставок, собственно говоря, по которым Центробанк кредитует банки. Ну вот, то есть, как бы, наверное, говорят там о снижении ставок, про них идет речь там в первую очередь. — Совершенно верно. Ключевая ставка, 5,5%, это ставка по депозитам. — Это уже новая вещь, которая, да, появилась при господина Биулина, в общем-то. Да ну до этого она-то как бы тоже была, но она не была ключевой. — Ну в любом случае, если опять об экономической теории, да, говорить, то мы, ну я не знаю, там, да, в институте ключевая тире ставка рефинансирования, тире... — В общем, например, у Резервного банка Австралии так называемый кэшрейтс, это является ключевой ставкой, у Федрезерва это фэдфандсрейт, то есть она может быть ставкой рефинансирования, но в частном случае. Вот у нас это было до недавнего времени ставка рефинансирования. К чему привязывают? Базовая ставка, это имеется в виду, что она, как бы сказать, является так, к чему остальные все ставки привязываются. — Основа чего-то. — Надбавляя вот эти вот спреды сверху над ней. — Понятно. Хорошо, ну и в свете этих событий, что нам ждать с курсом рубля-то? — Ну, в общем, мне кажется, теперь... — Сокрементальный вопрос. Да-да-да, конечно. — ЦБ и курс рубля, да, они пока связаны очень слабо, собственно говоря, ну, опять-таки... — Не близнецы братья. — Мягко говоря, если братья вообще, собственно говоря. Ну, два фактора традиционных, цены на нефть раз и курс евро-доллар два, то есть просто там, скажем так, чистая математика. Ну, нефть, опять-таки, тоже, да, то есть вещь довольно стабильная в последние годы, и пока как-то вот сложно говорить о том, что куда-то мы там сильно уйдем с этих уровней, там, 100-110, там, вот. Как показывает практика последних нескольких лет, да, очень устойчивый диапазон, вот, и попытки там уйти в ту или иную сторону все равно возвращают котировки нефти на те же самые уровни. — Поэтому сейчас в моменте, вот, я думаю, что здесь, как бы, вот, на евро-доллар, на мой взгляд, собственно говоря, доллар там довольно сильно потерял против евро, не исключительно того, что на этих вот всех перипетиях вокруг, там, бюджетов, госдолгов в Америке и так далее, так что, как только господа высокие договорятся в Белом доме, в заграничном Белом доме, возможно, тут некое укрепление доллара мы увидим, ну, собственно говоря, вот этот фактор раз. Ну, и второй фактор общей рыночной ситуации, потому что у нас тоже, там, скажем, на коротком пробеге курс рубль-доллар, он довольно часто коррелирует с тем, что происходит на нашем рынке, то есть, когда идет, там, некий фронтальный рост, то здесь, как бы, рубль укрепляется, потому что, ну, не сказать, что там приток средств нерезидентов, ну, просто люди конвертируют, я скажу, валюту. — Последние недели, полторы-две, можно как раз говорить, что происходит именно это, да, есть небольшой рост, если смотрим на индекс. — Ну, вообще, скажем прямо, что наш рынок, там, довольно сильно выглядит, наверное, там, с августа месяца, и, в принципе, в это время, там, рубль, ну, там, в принципе, было такое одно сильное движение, да, когда он, там, укрепился, там, за полторы недели, что ли, фактически, вот, и вернулся на эти уровни. — Вот, но, в целом, опять-таки, то есть, вот, некие два, на мой взгляд, скажем, противоположных тренда, да, то есть, во-первых, возможен укрепление доллара против евро, и на этом фоне может быть, там, некий рост на рынках, потому что, понятно, что, когда ситуация в Америке нормализуется, то у нас есть большие шансы повторить, так скажем, уже ежегодный сценарий, когда, там, в декабре, там, некий оптимизм на рынках, псевдооптимизм или не псевдо, но, тем не менее, да, то есть, то, что там предновогодний ралли в последние годы, она очень часто нас радует, может быть, что-то такое, то есть, вот, эти, некие два тренда, они, может быть, друг друга, значит, перекроют, то есть, в целом, я не думаю, что вот с этого уровня мы куда-то там идем. — Да, я согласен, на самом деле, правда, при этом рискну выразить некую свою точку зрения, которая не очень популярна на рынке, но, тем не менее, она моя, что называется. Я сейчас говорю о нашем резервном фонде, который процентов на 70 вложен, как известно, в американские казначейские облигации. Я сейчас не говорю о дефолте, мы вообще ничего не знаем, но в случае немаловероятного, какой-то, так скажем, мягкой реструктуризации экспирирующихся вещей. А я думаю, что будет спекулятивная атака, не только на российскую валюту, но это будет второй виток, то, что мы видели в августе. То есть, если вы помните, там, в августе продавали вообще все валюты развивающихся стран. Российский рубль не самый худший, кстати, был. Самый худший был индийской и индонезийской рупии, там, и так далее. И вот, поскольку у нас в ЗВР-ах всего лишь навсего 9,5% золота, а все остальное это бумаги, и большая их часть это именно американские бумаги, то в случае, когда будут объявлены какие-то поползновения на реструктуризацию, я думаю, что будет восприятие российского резервного фонда изменено, к сожалению, к моему глубокому, потому что... Восприятие кем? Иностранными инвесторами. Иностранными, да. В дополнение к нашим, ко всем бедам и так далее. Как бы такового еще марк-то-маркет не произошло, то есть переоценки активов резервного фонда в связи с там дефолтным, а он обязательно был бы, если бы это был дефолт, но даже в случае реструктуризации будет некое негативное восприятие, что это не вот эти вот 500, сколько у нас там, 70 или 80 миллиардов, а это может быть реально 420 или даже меньше. В случае, если... А эта переоценка, она всегда обязательно происходит. Вот этот момент, я, честно говоря, как негативный сценарий... Смотри, в этом случае, что активно их продают, правильно я понимаю, да? Но это будет не только рубль, это будут все страны... Ну нет, мы сейчас про рубль. Соответственно, рубль активно меняют на доллар, и рубль, естественно, устремляется там к 35. Да, потому что рубль обеспечен, грубо говоря, резервами банка центрального во многом, и нашими действительно нефтяными запасами, потому что, как таковой, рубль не является конвертируемой валютой, никакие серьезные инструменты в рубле не номинированы. Акшем верно. Так же, впрочем, как и в юане, это общая проблема для валюты развивающихся. Это наша локальная валюта, которая не может покоиться на каких-то резервных категориях. Она может покоиться только на обеспечении. Обеспечение рубля в настоящий момент это наши золотовалютные резервы основные. Ну и смотри, опять мы вернулись к тому, что события, которые мы ожидаем за рубежом, они в конечном итоге вот непосредственно могут... Ну, их худшее воплощение, да, они в конечном итоге могут и не то, что там... Взаимосвязь. Совершенно верно, да, прямая взаимосвязь. И дело даже не в том, что там пострадают какие-то, ну, может быть, для части наших слушателей, да, пострадают какие-то инвестиционные фонды, пострадают какие-то... Нам надо было больше... Вот смотрите, вот я сделал анализ, там, в каких странах, вот резервы, там, 10 крупнейших стран, в том числе и США, в США более 8,8 тысяч тонн золота, у нас этого всего гораздо меньше. То есть, конечно, в свое время правильно было сделано то, что мы делали эти резервы, но, на мой взгляд... Диверсифицировали, ты имеешь в виду? Конечно, их надо было очень сильно диверсифицировать. Ну, нельзя яйца в одну корзину класть, это знают даже простые люди. Совершенно верно. Большой вопрос просто, чем их диверсифицировать? Золота на всех не хватит, к сожалению. Ну, во-первых, так, мы не очень агрессивно... Или корзины не так много. Мы не очень агрессивно покупали облигации наших партнеров. Ведь китайцы почему покупали трежи? Потому что китайцы торгуют в основном с Америкой. Мы же торгуем Западной Европой. Какого из этих чертов мы не покупали их облигации, раз мы с ними торгуем? Почему мы американские облигации покупали, с которыми мы вообще почти не торгуем? Вот этот вопрос, вот он меня, честно говоря, я не знаю на него ответа. Ну, это, видимо, знали ребята, которые распоряжались... Надежность. Резервную фонду. Ну, в те годы, да, там восприятие немножко другое было. Спасибо. Еще раз прервемся, новости слушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам. Сегодня в студии Алексей Павлов, аналитик Брокесского дома открытия. И Владимир Жанковский, директор аналитического департамента институционной группы Нордкапитал. Мы обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках. Сейчас в нашем призме нашего внимания, да, ситуация в отечественной валюте. В связи с сегодняшним заседанием ЦБРФ. Ну и поговорим немножко о рынке. Давайте начнем с вопросов. Есть вопрос по поводу, ну, может быть, не совсем традиционный, но тем не менее. По поводу отечественного рынка пишет Владимир. Расскажите, пожалуйста, о своем видении ситуации в электроэнергетике. Это отрасль с поддавлением. Ну, здесь не поспоришь. Россети снижаются 2,5 года. Падение составило больше 300%. Как вы считаете, когда это может закончиться? До Коли. До Коли, я бы так сказал. До Коли. И что может стать поводом для этого? Вот такой вопрос от Владимира. Леш. Ну, собственно говоря, да, там, наверное, всем известно основная проблема нашей энергетики, потому что там постоянно меняются правила игры, как минимум. Вот, то, что... Когда, собственно говоря, делили РАУ и то, что было анонсировано, в итоге, так сказать, до ума было не доведено. То есть, когда все было хорошо, там, рисовали всякие шикарные проекты, там, по темпу роста тарифов и систему РАП, там, пытались какую-то очень щедрую для тех же сетевиков имплеминировать, да. А как только, в общем-то, все стало не так радужно, собственно говоря, наше государство показало, что тут, кто в доме хозяин, сразу стало понятно. Ну, собственно, да, там, если мы говорим, там, более конкретно об инвестиционных перспективах и рост сетях, в частности, то, вот, скажем, в свете последних... Ну, вообще, да, там, что нужно инвестору, там, от компании, да, от того, что покупают акции, да. То есть, ну, надо, чтобы растили там финансовые покупатели, надо, чтобы компания генерировала положительный денежный поток, и эти потом средства как-то, там, делила между акционерами желательно. Ну, а иначе, как бы, в чем, в чем, да. Ну, вот, как бы, мне кажется, что вот сетевые компании в России сейчас, это, как бы, не тот, не другой случай однозначно, поскольку, в общем-то, тарифы им придушили на следующий год, в принципе, даже нельзя сказать, что несправедливо, потому что, насколько я понимаю, например, у нас, там, для, конечно, пользователя доли сетевой составляющей в тарифе, там, порядка 40%, тогда, как в разных странах, это четверть, то есть, и так уже многовато, да, это с одной стороны. С другой стороны, как бы, как программу никто не отменял, потому что нашим сетевым хозяйством, по сути, там, со временем 91-го года, там, а может, и раньше никто не занимался, по большому счету, то есть, а страна большая, эти, там, огромные линии, все же это надо содержать, так сказать, менять и т.д. и т.п. Поэтому, вот, пожалуйста, у вас там колоссальный капекс, единственный, там, рост, который был возможен, там, в акциях, там, рост сети и ФСК, это все регулируемые исключительно тарифы, да, то есть, там, никого рынка нет, то есть, государство говорит, что нет, ребята, у вас ничего расти не будет, это два, ну, плюс сейчас еще активно идет речь о том, чтобы, вот, Россети, там, они долгие годы выживали за счет перекрестного субсидирования, грубо говоря, там, они откусывали часть выручки от ФСК, сейчас хотят и эту лавочку прикрыть, поэтому мне, вот, честно говоря, там не очень понятно, какие тут могут быть разуженные перспективы. Я могу сказать, что, вот, если только там бумага, это Россети Прифа, у которых там дивдахон из порядка 10%, ну, как бы, там... Ну, это единственное, да, основание. Ну, там, ликвидность, это, в общем-то, там, скажем, для специфических розничных инвесторов, да, то есть, это вряд ли там какие-то крупные фонды в этой бумаге там увидите. Ну, понимаете, то же самое по поводу инвест-программы, да, еще немножко отвлекусь от рынка, то есть, просто посмотреть на такие вещи, как, вот, в сбытах даже, там, мы сейчас не о сетях, я понимаю, что сбыты вообще никому не интересуют, тем не менее, в сбытах энерготарифы, в период где-то с 2002 по 2008 или 2009 год, я сейчас точно не помню, выросли более чем в три раза. Вопрос, куда эти деньги ушли? Мы не видим никакого обновления оборудования, фактически этого не было. И поэтому, наверное, это является основной причиной, почему сейчас с этим экспериментом постепенно заворачивают. Потому что тарифы увеличили, инвестиционная составляющая там была, будь здоров какая, заложена, а обновление основных фондов как такового не произошло. Значит, это не работает таким способом, значит, это нужно каким-то образом другим перераспределение этих потоков делать. И сейчас концептуально, я так понимаю, идет некое переосмысление этого всего. Должен появиться некий новый лидер вот в этом сегменте, в секторе, который действительно знаком с электроэнергетикой и который сможет ответить на вопрос, каким же образом, все-таки сделать так, чтобы эти тарифы, которые там начисляются деньги, все-таки в инвестиционную составляющую начали поступать деньги. Пока этот вопрос не решен, я думаю, что это бездонная бочка на самом деле. Поэтому такая плохая ситуация вот именно в этом сегменте. Генерации там худо-бедно, но опять же, в основном иностранные компании неплохо себя зарекомендовали. Российские гораздо хуже. Но там было ясно, конфликт интересов с «Газпромом», он просматривался, что называется, просто невооруженным глазом. Это изначально выглядело довольно-таки экзотично, на мой взгляд. А вот там, где не было конфликта интересов, там на уровне генерации неплохие ситуации, неплохая общая картина. Но вот что касается ниже, там не проработано. Я сейчас не хочу каких-то резких слов говорить, но понятное дело, что там вообще бизнес-модель не проработана. Нужно, чтобы ее кто-то прорабатывал. Тогда мы будем инвестировать в эти все сети. — Смотри, вот ты говорил, да, сейчас концептуально переосмысливается, переоценивается эта ситуация. Надо кто-то, чтобы ее перерабатывал, эту бизнес-модель. Я так думаю, что вообще надо, чтобы ее кто-то предложил. — Ну если повышают тарифы, это и так тяжело для населения, особенно для малоимущего. Значит, раз это делается, и раз уж, так сказать, напрягают вот это малоимущее население, то что, по крайней мере, эти деньги должны действительно идти в инвестиции, а не в какие-то другие вещи. Потому что тогда это просто безобразие, извините, за то, что называю вещи своими именами. — Ну а что за это извиняться? Это действительно так. — Хотел просто более жесткого слова сказать. — Не надо у нас, ты же понимаешь, у нас цензура, у нас прямой эффект. — Ну вот, ну тогда, значит, не извиняйся. — Не надо. — Володь, ну тем не менее, во что все уперлость-то? Нам нужен какой-то опять мессия, что ли, в этом смысле? — Мессия у нас были, да, всякие. — Были, были, си. — Да нет, профессионалы нужны, везде, во всех сферах. Просто вот на самом деле кучка людей, там, если посчитать их по пальцам, там можно даже, там, ну, двух рук и двух ног. Я думаю, все, и на этом, как бы, все ротации происходят внутри вот этих вот 20 человек. И это, наверное, неправильно, потому что есть профессионалы, есть люди, которые в энергетике по 40, по 50 лет отработали. Они готовы работать, они понимают, каким образом она функционирует. — Их не пускают? — Да, у них нету никакого социального лифта у этих людей, они сидят в этих НИИ, и, собственно говоря, и так и будут сидеть там до пенсии. — Ну, если, учитывая, что ты, да, этих людей вспомнил, что у них есть опыт по 30, да? — Нет, я просто выпускник Московского энергетического института, это моя первая специальность. Дальше я уже финансы заканчивал в Британии. — Я просто, потому что они все, в принципе, уже на пенсии, наверное, эти люди. — Да не совсем, некоторые не на пенсии. Вот я, например, я знаю, как функционирует система электроэнергетики российская, там, советская даже еще, потому что я выпускался в 93-м году, ну, там, с вечернего отделения. То есть я говорю, что люди моего возраста, в принципе, они есть, они совсем не пенсионеры, и они обладают эрудицией в плане того, как функционирует вообще вся эта пенсия. То есть где есть слабые звенья, потому что вот мы сейчас только что говорили вне эфира, например, трансформаторы менять, может быть, не так срочно нужно. Как менять, например, котлоагрегаты, да, как менять те самые вот, значит, турбинные части, которые взлетели на воздух в Саяно-Шушинской ГЭС. Ведь они могут взлететь не только там, а в других местах, и это совершенно серьезные и практические вещи. И их не решат люди, которые из ближайшего окружения находятся. Там должны сидеть люди, которые знают, как ловить турбины, которые летают в воздухе. Вот кто нужен там, понимаете? Или как их не запускать туда лучше всего, да. Согласен. Ну, давайте, у нас есть звонок, ответим на него. Юрий, Юрий, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Вот у меня, знаете, короткая мысль такая, что вы говорите про профессионалов, про инвестиции. Вот. А, по-моему, задача-то совсем другая стоит. Давайте посмотрим. То есть, надо обеспечить населению, это, как бы, политическая задача, контролируемый, приемлемый уровень бедности. Вот. Куда у нас население тратить деньги? На продукты питания, на ЖКХ, на кредиты. Вот. Ну, такие основные сейчас. Есть потребительская корзина, да. Да. Вот это вот три составляющих, это у основной массы населения, если не считать там, ущущающую прослойку Москвы, типа, может быть, нас, да. Вот. Это население, это 90% населения. Вот им нужно поддерживать для них власть, контролируемый, приемлемый уровень бедности. Они должны все деньги потратить, ну, наша страна сейчас заняла первое место по уровню классового неравенства, на, ну, когда, там, по-моему, 1%. Насчет первого, не знаю, думаешь, что в Африке все-таки первое место. Ну, ладно, не, да. Да, другие, не, 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 другие африканские страны, они, это... Зимба бы там, по-моему, сам... Ну, ладно, не будем сейчас, да, хорошо, пусть будет так, да. Да, вот, как бы, такая задача. То есть, все концентрируется вокруг, там, ну, трехсот семей. И никакая, никакие профессионалы, никакой, там, инвестиции, ну, не очень нужны, наверное. Я понял. Такая вот так. Понятно. Спасибо за звонок, Юрий. Позиции у вас понятны? Леш, прокомментируйте? Ну, здесь, как бы, служишь, комментируйте, понимаете, это... Это утверждение, а не вопрос. Да, нет, здесь даже просто об этом можно говорить бесконечно. Все понятно, что, наверное, там, задача, там, любой политической, так сказать, элиты, да, сделать так, чтобы, там, население, там, живо максимально хорошо. Ну, как минимум, максимально... Да, тут, как бы, о чем-либо спорить бесполезно, инвестиции, но инвестиции нужны всегда, это, как минимум, создание рабочих мест. Ну, я в том плане, что одно другому-то не должно противоречить, да? Ну, абсолютно нет. И, соответственно, если государство все будет делать так, как, в общем-то, хотел наш уважаемый райослушатель, так и рынок наш будет замечательно себя чувствовать при этом. Здесь есть разные примеры, да. Да, то есть есть вот минимум вейдж, например, в Штатах, это минимальная зарплата, а вот в Германии она федеральным законам не установлена. Это же не значит, что немцы значительно хуже живут, чем американцы. Ну, как-то выкарабкиваются, но у нас, конечно, страна такая, что необходимо бы по-хорошему... Да, да, да. Нам бы это надо законодательство вводить. И не потребительскую корзину, которая ни на что не влияет вообще, а действительно минимальная оплата. Но это будет сложно для работодателей, конечно, потому что, да, вот еще раз подумай, прежде чем брать людей. У нас безработица увеличится, но увеличивающаяся безработица сподвигнет людей получать профессию. И это будет в итоге позитивно скажется на нашей эффективности. Но это, знаете что, это уже для наших детей, я думаю, такой вопрос. Ну, бог с ними, пусть хоть они хорошо поживут, я не против. Да, да, нет, ну, просто надо думать глобально, да, концептуально там... А, кстати, одна из проблем, что многие наши говорят именно так, да, я сейчас вложусь в это, мне завтра нужен результат, завтра. Если завтра не будет, значит, я... Это об этом и говорил, значит, Эльвира Набиулина, когда сказал, что двигатель экономики это инвестиции. Ну, да. Но нельзя заставить инвестировать, можно только предложить. Спасибо, спасибо. Алексей Павлов, Владимир Жанковский из студии Сухого Остатка. Спасибо за внимание и всего хорошего, успехов на рынке. Спасибо.